Тема нашего сегодняшнего общения «Помогите, я становлюсь теплым!» Откуда такая странная идея? Она исходит от послания Иисуса к одной из Его церквей. Речь идет о последней церкви в книге Откровения, то есть о Лаодикийской церкви. Послание отражает то, что Иисус хотел сказать местной общине того времени. Но также всем церквям всех времен, всех культур, по всему лицу земли. Это послание молодым и взрослым из разных видов церквей. Иисус желает предостеречь нас с помощью последнего послания, записанного в книге Откровения, 3 главе, 14 стихе. Как в начале каждого своего послания, Иисус указывает на истину, но также показывает свою вечную любовь к церкви, каково бы ни было ее состояние. Иисус любит свою церковь. Однако Иисус говорит прямо, ничего не приукрашивая. Потому что Лаодикийская церковь в большой опасности. Возможно, вы мне скажете, ну, я не в опасности, зачем мне нужно обличение? Но Иисус говорит, что Он обличает и исправляет всех, кого любит. Мы это видим и в данном отрывке. В послании Лаодикийской церкви написано, что Господь упрекает церковь за теплоту. Нельзя оставаться в состоянии теплоты, так как Он отвергает теплоту. Как написано в 16 стихе, Бог извергнет теплое из уст Своих. Эта церковь считала, что она богата и в хорошем состоянии, так как она совершала много дел. Но на самом деле Господа там не было. Он стучал в дверь и желал войти, чтобы иметь общение со Своей церковью. Он желает видеть не принципы, деятельность и программы церкви, но ее сердце. Он желает увидеть единение, личное общение человека со своим Богом. Вот это и есть центр Евангелия. И то, на что Иисус обращает внимание. Эта церковь хорошо начинала, как и все остальные, но она со временем что-то потеряла. Она кое-что оставила. Ефесская церковь оставила первую любовь. В данном случае церковь со временем утеряла свой огонь, свое влияние, горячее для Господа сердце, в результате разочарований, рутины и ран. Есть много причин, по которым можно это утерять, но я хотел бы подчеркнуть, что если ничего не предпринять, горячая, кипящая вода, в итоге становится теплой. Если вы ничего не делаете ради своей веры, ничего не вкладываете, не вливаете туда топливо, если вы к ней относитесь несерьезно, теплота наступит сама по себе. В какой-то момент мы становимся равнодушными, линеевыми, вялыми, сонными, если у нас отсутствует такая духовная пища, как молитва, чтение Библии и общение с верующими друзьями. Если мы пренебрегаем этим, то теплота неизбежно возьмет верх. Я бы хотел озвучить четыре вещи, которые мы утеряем, когда становимся теплыми. Ладикийская церковь в итоге утеряла эти вещи, но нам необходимо их восстановить. Во-первых, Ладикийская церковь утеряла связь с Источником. Если вы хотите оставаться горячими, в хорошей форме и сохранить близкое общение с Иисусом, то вы никогда не должны терять связь с Источником. Общение с Богом должно оставаться главным приоритетом, и все остальное следует за этим. Не теряйте связь с Источником. Оставайтесь на связи с самим Господом, с помощью Его слова, молитвы и усердного поиска Его лица. Оставайтесь на связи с Источником и никогда не теряйте его из виду. Во-вторых, тепло теряет свою энергию и силу. Как я уже сказал, кипящая вода не останется такой, если ничего не предпринять. Она теряет интенсивность, силу и тепло. В ней остается мало энергии. Это напоминает мне человека из Ветхого Завета по имени Лот. Он был племянником Авраама. Может быть, вы знаете его историю. В какой-то момент он оставляет своего дядю, Авраама. И вместо того, чтобы остаться в горах, где жить немного тяжелее, он направляется к равнинам. Он оседает рядом с Содомом и Гаморой. В итоге мы находим его в самом городе. Несмотря на усилия, которые он изначально прилагал, мы видим, что со временем он адаптируется к температуре города. Его семья заражена атмосферой и духом этого города. Теплый верующий уже не является термостатом, то есть тем, кто влияет на температуру. Он становится термометром, то есть тем, кто указывает температуру окружающей среды. Итак, Лот в этом городе, и он позволяет духовной и нравственной атмосфере заразить его. Наступило время покинуть город, и к нему приходят ангелы, чтобы сохранить его от погибели во время разрушения Содома и Гамор. Лот говорит, у меня мало силы. Нужно его практически взять за руку, чтобы вывести его оттуда, когда необходимо спасаться на гору. Он говорит, нет, у меня нет сил подняться на эту гору. Видите ли, у теплоты нет ни силы, ни энергии. Все слишком тяжело. Служить тяжело. Молиться тяжело. Прилагать усилия тяжело. Тратить побольше денег тяжело. Все слишком тяжело и трудно. Теплота предпочитает равнины. Вдохновляю вас быть с подобными Халеву, который в 85 лет все еще хотел взять горы, потому что в нем была сила. Он имел горячее, сильное сердце. Далее, в-третьих, теплота теряет свои границы. В начале христианского пути, когда сердце горячее, мы знаем границы. Мы знаем, что Бог благословляет и что Он не одобряет. Для теплого человека стираются границы, и Он говорит, «Это не так страшно. Я могу немного отодвинуть данные границы». Теплый человек отодвигает границы все больше и больше, и уже не знает, где же они лежат. Если у него попросить совета, он не может дать ясного ответа, потому что он сам перешел границы. Он больше не знает, где принципы, которые он изначально любил. Раньше он видел нужду в покаянии и в освящении, но теперь его границы расширились, и он сам не понимает, что к чему. Теплота также не любит радикальности. Например, для теплого человека оставить все стадо, чтобы найти одну овечку, это идти слишком далеко. Найти сокровище и продать все ради этого сокровища. Это просто неразумно. Слова Иисуса о том, что человек полагает жизнь свою за друзей или за самого Господа, чересчур радикальны. Апостол Павел сказал, «Почитаю все за мусор, чтобы приобрести Христа». Для теплого человека это чрезмерный, излишний вклад в христианскую жизнь. Теплый человек желает снизить уровень радикальности. Он утерял силу. Он потерял свои границы. Ну и последнее, что я хочу добавить сегодня, он потерял помазание Святого Духа. Господь говорит Ладикийской Церкви, «Советую тебе купить золото, белую одежду и глазную мазь, чтобы видеть». Глазная мазь символизирует помазание Святого Духа, которое было утеряно. Церковь совершала дела, функционировала, но она утеряла помазание и силу Святого Духа, и также близость с Богом. Господь завершает, говоря, «Я стою у двери, меня больше нет внутри Церкви, несмотря на ваши дела и программы, но я стучу и так желал бы иметь с тобой общение. Хочу иметь общение с тобой от сердца к сердцу». Вот сегодняшнее послание. Вдохновляю вас вновь прочитать третью главу книги «Откровение» с 14 стиха и дальше, чтобы вам не пришлось воскликнуть «Помогите, я становлюсь теплым». Всегда имейте горячее сердце для Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Я молюсь о том, чтобы вы могли серьезно относиться к этому посланию, как и я к нему отношусь вполне серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok